И всем привет, с вами снова Скорпик, и сегодня у нас будет такой необычный обзорчик, поскольку он будет проходить в другой комнате. И у нас будет обзорчик на два вот таких конструктора аналога Lego, от компании Brick и от компании KSZ. Странненькая компания, я такого никогда не встречала. В первой мы можем видеть от 6 до 12 лет, во второй мы вообще ничего не можем видеть. Зато там написано номер 801, а тут 313. 25 деталей от 6 лет. Кстати, вот, нашел все-таки. Ну, тут у нас серия называется Power Rangers, а тут у нас Combat Zone. И тут вот типа не давать детям старше, младше 3 лет в целях удушения. Потому что могут задохнуться, если проглотят. Так. Ну, и тут у нас варианты сборки самого конструктора. Вот. А тут у нас немножко другое. Тут у нас вот такой вот. Сама инструкция. Все наши рейнджеры. И все, что входит в комплект. Давайте начнем обзор, пожалуй, с наших рейнджеров. Поскольку я рейнджеров вообще давно не встречал. Так. Начинаем. Сама мини-фигурка. Выглядит вот так. Вот ее подставочка. Вот такая вот. По аксессуарам. У нее есть пистолет. Вот такой вот. Который стреляет вот такими вот детальками. Видите? Хорошо стреляет. В наборчике у нас было три вот такие вот детальки. Это, конечно, плюс. Потому что столько деталек. Подумали производители о том, чтобы мы не потеряли детальки. Столет. Потом вот такая вот сабелька. Пиратская. Похожа. Похожа на пиратскую сабельку. И вот сама мини-фигурка. Вот так вот она выглядит. Немного кривовато ей сделали принт на теле. Сами можете видеть. Очень радует, что ей сделали вот такие вот принты на руках. Это довольно редко встречается где. В лего. Также немножко скосили здесь принт. И немножко скосился принт ремня. Давайте посмотрим его маску. Тут у нас нарисован что-то типа быка, чтобы он видел. И вот такой вот плащ зелененький. Сзади принтов нет. Давайте посмотрим на его лицо. Лицо, как вообще странненько, оно синее. Обычно у всех, ну, в основном у всех людей оно, ну, из лего человечков, оно желтое или бежевое. Тут синее. Синие лица вообще редко встречаются в лего. Тем более в аналогах. Но это тоже мне нравится очень его лицо. Такой он серьезненький. Это, по-моему, будет мое первое чисто синее лицо из конструкторов лего. Так, давайте оденем ему маску. Поставим его. И посмотрим, что еще в комплект входило. Также нам входила вот такая вот карточка, которая была просто распечатана на картоне. На самом обычном. Тут написано, типа его сила, его принт и всякая другая фигня, которую мы, к сожалению, никогда не поймем. Положим ее сюда. Также к нему в комплект входила запасная кисть от руки, что действительно плюс, подумали производители. Какая-то лапа, видимо, из этой лапы. Потом, если все наборчики купить, можно паука вот этого вот собрать. Вот этого вот паука. Надо будет проверить. Если у нас в магазинах еще остались такие наборчики, то обязательно купим, проверим. Так, и вот такая вот пружинка, я бы сказала. Смотрите, для чего она нужна. Мы сажаем человечка на эту пружинку. По идее, сейчас он должен вылететь. Да, вот такая вот пружинка. Мы отпускаем, и он вылетает. Можно использовать для каких-то сцен, сражений, например. Или как катапульту от человечка. Выглядит забавно. Ладно, поставим его вот сюда. Ну и перейдем ко второму наборчику, который поменьше. Кстати, цена этого наборчика 100 рублей. На этого наборчика 79 рублей. Что приятно, нам положили инструкцию в наборчик. Набор сам называется Small Plan, что в переводе как маленький самолет или маленький план. Планер, допустим. Переходим к самой фигурке сначала. Вот так выглядит фигурка. У нее вот такой вот шлем пилотский, с очками. Специальная униформа такая вот, прикольненькая. И вот такой вот автомат. Что довольно тоже прикольно. В такой наборах редко встречается. Положенка вот так вот, чтобы не мешала. Тоже прикольненький. Единственное замечание по конструктору. Вот эта вот рука очень-очень тяжело входила в его руку. То есть кисть очень тяжело входила в руку. Это небольшой минус. Но вот так в целом все хорошо. Давайте перейдем к постройке. А точнее к нашему маленькому самолету. Вот так вот он выглядит. Тут у нас написано Киминг, что ли. То есть в принципе сделано не из большого количества деталей. То есть его легко сделать. У него крутится вот эта штучка. Вот пропеллер. Есть стекло смотровое. Панель управления самолетом. И вот такие вот крылья, которые поворачиваются. Поднимаются и опускаются. И вот такое заднее крыло. Также есть колесики. Крылья, чтобы он мог взлететь. Спокойно ездит по лего пластинке. Довольно прикольный. Думаю, если буду использовать для каких-то военных действий, могу по инструкции такие вот собирать целыми кучами. И снимать какие-то военные сцены. Что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем удачи и всем пока-пока.